Вчера вечером в Горсовете заседали руководители фракции. Решали, как прифронтовое Запорожье сможет жить без городоначальника. Один из вариантов, озвученных на встрече – отправить мэра в отставку. Мы обсуждали два варианта. Первый вариант – это просить мэра собрать сессию очередную, собрать депутатов и попросить мэра написать заявление об отставке. И второй вариант – написать ему письмо с просьбой приехать в Запорожье и объясниться перед депутатами. Директор коммунального предприятия «Пресса», она же депутат Горсовета, Ольга Шевцова, порог приемной городского головы, оббивает уже третью неделю. Все запросы и обращения к мэру в портфель не помещаются. Здесь предложения по улучшению питания в начальных классах и ряд других важных решений. Без подписи градоначальника эти вопросы решить невозможно. Я тем более считаю, что если мэр решил идти в зону АТО, он должен был, прежде всего, на мое мнение, отказаться от этой должности, создать свой батальон, тем более у него есть побутовок. Забирает побутовок и все идут дружно. Мы и аплодисменты, и цветы. Немало претензий к мэру накопилось и у депутата Геннадия Рекалова. Сегодня он проинспектировал подвалы запорожских многоэтажек, так называемых временных укрытий. Укрыться там можно разве что на бумаге. Запорожская 9-бот, я только что оттуда. Ну я в ужасе просто. Ну как можно в платежках мы получаем, там оказаны адреса. Ближайшее убежище там. Вот это ближайшее убежище. Там вот так вот, поколено воды. Так устроено законодательство, что все полномочия у мэра. Это неправильно. Это принципиально неверно. Полномочия для решения накопившихся проблем у мэра есть. А вот его самого на рабочем месте нет уже больше двух недель. Сначала, сообщают в его пресс-службе, он был в командировке в Киеве. Затем сопровождал груз в Мариуполь. Теперь Александр Син берет отпуск, чтобы отправиться в зону АТО. Об этом он сообщает на своей странице в социальных сетях. Также в онлайн-режиме общается с избирателями. Я как пресс-секретарь могу также подтвердить, что все посты, все ответы от имени Александра Ченстановича размещают он лично. Если у вас есть какие-то предложения, как мы можем еще это проверить, мы готовы. Действительно ли Александр Син находится в зоне АТО? По этому вопросу в интернете развернулись целые баталии. Своё мнение активно высказывают не только жители Запорожья. Отдельный пост нашему мэру посвятил и нардеп Олег Ляшков, предположив, что Син уже в России. Вопросом, где искать мэра, задаются и в кулуарах запорожской власти. Я думаю, что однозначно сбежал. Более того, я считаю, что в данном случае попытка показать себя в качестве героя, на самом деле, это дезертирство. Я это расценил только так. И, на мой взгляд, это кощунство спекулировать на такой святой теме, на такой больной теме, как война. Это аморально. Без цветов и аплодисментов, а с повесткой мэра готовятся встречать представителей Всеукраинского бюро люстрации. Его представители подают иск в суд с требованием досрочно прекратить полномочия городского головы Александра Сина. Претензии к нему, говорит представитель люстрационного бюро Дмитрий Гладкий, накопилось на несколько листов. Мне, как жителю Запорожья, как сознательному гражданину, тоже интересно, чем занимается наш мэр. Я рассчитываю услышать здесь, если судья не будет слишком заангажирована, как-то вопросы. То есть здесь там работы службы 1580, да, он освещает. У этой службы масса проблем. И услышать от официального хотя бы представителя мэра о том, что там происходит и берет ли мэр на себя ответственность. В поисках мэра и прокуратура здесь догадываются, что стало причиной такого резкого желания Александра Сина идти в АТО. Повторно пытаемся вручить повестку, но он постоянно, не можем вручить, он нас избегает. Фигурирует у нас он фактически по трем делам. 172 – это грубое порушение правил, грубое порушение трудового законодавства. И 34 – злоупотребление. Служебный полномочий. К даче показаний по делу Александра Сина готовятся и депутаты горсовета. Есть что рассказать прокуратуре и Ольге Шевцовой. По данному факту он же не дал пояснения. Я считаю, что если человек честен, он приходит и дает пояснение правоохранителям. На сегодняшний момент человек избегает. Избегает, значит, почему? Мы же все взрослые люди. Значит, есть на то причины, человек почему-то не хочет. Выйди публично и расскажи о том, что прокуратура не права. Чтобы окончательно определиться со своей позицией, депутаты взяли тайм-аут на день-два. Пока вопросов больше, чем ответов. Последнее сообщение от мэра в соцсетях датировано 2 февраля. Там он сообщает о своем решении уехать в АТО. Фотографии с линии фронта Александр Син еще пока не размещал. Попытки дозвониться к нему на мобильный – тщетны. История с городским головой Запорожья очень напоминает сюжет известного стихотворения Маршака «Рассказ о неизвестном герое». Вспомните, ищут пожарные, ищут милиция, ищут давно, но не могут найти. Правда, в отличие от стихотворного героя, о героических поступках Александра Сина якобы в зоне АТО никому ничего не известно.